Беседа 48-я После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудеи не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский – Поставление Кущи. Евангелие от Иоанна 7.1.2 Нет ничего хуже зависти и злобы, через них смерть вошла в мир. Когда дьявол увидел человека в чести, то не вынес его благоденствие и сделал все, чтобы погубить его. Да и везде от этого корня можно видеть такой плод. Так и Авель убит, так и Давид едва не погиб, так и многие другие праведники. Так же сделали с Христа убийцами иудеи, на что и указал Евангелист словами. Не хотел Иисус ходить по Иудеи, потому что иудеи искали убить Его. «Что ты говоришь, блаженный Иоанн? Не имел власти тот, кто мог делать все, что хотел? Кто скажет, кого ищете, и кем отбросил их назад, кто мог присутствовать и не быть видимым? Тот не имел власти. Как же он после явился между ними и среди храма во время праздника при народном собрании, и в присутствии убийц беседовал с ними о том, что наиболее их раздражало? «Этому я не удивляюсь, говоря, не тот ли это самый, которого ищут? И вот он говорит, не скрываясь, и ничего не отвечает ему». Сих 25-29. Что же это за загадочные слова? Нет, Евангелист сказал это не с тем, чтобы мы сочли его слова загадочными, но чтобы показать, что Христос обнаруживал и свойства божества, и свойства человечества. Таким образом, когда он говорит, что Христос не имел власти, то выражается о нем как о человеке, так как он многое делал и по-человечески. А когда говорит, что он стоял среди них, и они не удержали его, то очевидно указывает на силу его божества. Он и убегал как человек, и являлся как Бог, будучи истинно тем и другим. Что злоумышленники не могли удержать его, когда он был среди их, это показывало его неодолимость и непобедимость. А что он уклонялся, этим подтверждал он свое воплощение и удостоверял в нем, чтобы ничего не могли сказать ни Павел Самосадский, ни Маркион, ни зараженный их недугом. Итак, этим он заграждает уста всем. После этого был праздник иудейский. Поставление кущи. Выражение «после этого» означает не другое, что, как то, что Евангелист для кратности опустил много времени, протекшего между двумя событиями. И это видно из того, что когда Христос сидел на горе, тогда был праздник Пасхи. Иоанна 6, 34. А теперь Евангелист упоминает о празднике Кущи. Таким образом, из событий в течение пяти месяцев он ни о чем другом нам не рассказал и ничего иного не передал, кроме чуда над хлебами и беседы к народу, евшему хлебы. Между тем, Христос постоянно совершал чудеса и беседовал не только днем и вечером, но часто и ночью. Так, например, ученикам, по сказанию всех Евангелистов, он предстал ночью. Отчего же они опустили те события? От того, что невозможно было всего пересказать. К тому же они старались особенно говорить о том, из-за чего могло возникнуть со стороны иудеев какое-либо порицание или противоречие. Событий, подобных тем, которые опущены, было много. И потому Евангелисты, написав много раз, что Христос и больных исцелял, и мертвых воскрешал, и возбуждал удивление, иногда об этом и не говорят. Но когда им предстояло говорить о чем-либо необычайном, или рассказывать что-нибудь такое, что могло бы, по-видимому, служить для него порицанием, об этом они повествуют. Так вот и теперь Евангелист замечает, что братья его не веровали в него, хотя в этом обстоятельстве заключается немало поносного для него. Подлинно достойно удивления правдолюбия евангелистов, как они не стыдятся говорить о том, что, по-видимому, слышат в поношении учителя, и даже стараются больше повествовать об этом, чем о чем-либо другом. Потому это и теперь Иоанн, пройдя молчание многие, и знамения, и чудеса, и беседы Христовы, тотчас приступил к следующему. «Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру» – стих 3-4. «Ибо и братья его не веровали в него». Какое же, скажешь, здесь неверие, когда они просят его творить чудеса, даже и очень большое, неверие выражается и в их словах, и в их смелости, и в их неуместном дерзновении. Они думали, что им, как родственникам, можно свободно говорить с ним, их просьба, по-видимому, дружеская, но в словах много обидного. Ими они упрекают его, и в малодушии, и в славолюбии, сказав, «Никто не делает тайно чего-либо, ищет сам быть известным». Они тем обвиняют его в малодушии и вместе выражают подозрения к его делам и превысокупили. Но каждый ищет сам быть известным. Это упрекает в словолюбии. Но ты обрати внимание на силу Христову. Из числа говоривших это, один был впоследствии первым иерусалимским епископом, именно блаженный Иаков, о котором и Павел говорит, «Другого, кого из апостолов, я не видел только Иакова, брата Господня». Галат 1, 19. Говорят также, что Иуда сделался достойным удивления. Хотя они и присутствовали в Кане, когда вода была притворена в вино, однако же от того не приобрели еще никакой пользы. А чего же у них такое неверие? От худого расположения души и зависти. Сродникам знаменитым как-то обыкновенно завидуют сродники, не столь знаменитые. Кого же они здесь называют учениками? Народ следовавший за Христом, а не двенадцать апостолов. Что же Христос? Смотри, как кратко он отвечал. Не сказал, «Вы кто таковы, что даете мне такие советы и учите меня? А что? На это Иисус сказал, «Мое время еще не настало, а для вас всегда время». Мне кажется, здесь он намекает и на нечто другое. Быть может, они из зависти замышляли даже предать его иудеям, а потом, обнаруживая это, он и говорит, «Мое время еще не пришло», то есть время креста и смерти. Зачем же прежде времени вы торопитесь убить меня? А ваше время для вас всегда. Как бы так говорил, «Хотя бы вы постоянно обращались с иудеями, они не умертвят вас, потому что вы ревнуете о том же, о чем и они, а меня они готовы немедленно убить». Таким образом, для вас всегда есть и время, не подвергаясь опасности, обращаться с ними. А для меня время будет тогда, когда настанет время креста, когда мне нужно будет умереть. А что он действительно это разумеет, видно из следующих затем слов. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Как он может ненавидеть тех, кто одного с ним желает и одного домогается? «Меня же ненавидит, потому что я обличаю, что дела его злы. То есть меня ненавидит за то, что я укоряю и обличаю». Научимся отсюда удерживаться от гнева и не сердиться, когда нам что-либо советуют и люди незначительные. Если Христос в кротости перенес совет людей неверующих, которые советовали то, чего не следовало советовать, и советовали не от доброго расположения, то какое мы получим прощение? Мы, земля и пепел, если будем негодовать и на советников, когда они, хотя немного, ниже нас, считая их советы недостойными нас. Вот смотри, с какой кротости Христос отстраняет от себя их обвинения. На их слова «Яви себя миру!» Он говорит «Не может мир ненавидеть вас! Меня же мир ненавидит!» И этим уничтожает их обвинения. Не только, говорит, «Я не ищу славу у людей, но и непрестанно обличаю их, хотя и знаю, что это рождает ненависть ко мне и готовит мне смерть». Когда же, скажешь, он «обличал»? Но когда же и перестал обличать? Не говорил ли он «Не думайте, что я пришел говорить на вас, отцу, есть на вас другой судья, Моисей» Иоанна 5,45. Еще «Знаю, что не имеете в себе любви к Богу». И еще «Как вы можете веровать, когда славу от человеков принимаете, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Видишь ли, как всем этим он показал, что ненависть к нему происходило от его открытых обличений, а не от нарушения субботы. А до чего он посылает их на праздник, говоря, «Вы идите на праздник, а я не пойду на сей праздник, чтобы показать, что он не нуждается в них и не хочет, чтобы они льстили ему, и что он дозволяет им соблюдать иудейские обряды. Но как же, скажешь, он пошел на праздник, когда прежде сказал «Не пойду». Он не просто сказал «Не пойду», но прибавил «Теперь», то есть вместе с вами. «Потому что мое время еще не исполнилось», стих 8, «Но ведь он имел быть распят следующую пасу, почему же бы ему не идти? Если же не пошел потому, что еще не настало его время, то следовало бы и совсем не ходить. Но он пошел не для того, чтобы пострадать, а чтобы преподать им учение. Зачем же тайна? Мог он, конечно, пойти явно и быть среди иудеев и удержать их неистовое нападение, что нередко и делал, но он не хотел так действовать всегда. Если бы он пришел явно и опять поразил их слепотою, то этим яснее высказал бы свое божество и еще более открыл бы его, чего пока не следовало делать. Но так как они, его братья, думали, что он остался по малодушию, то своим появлением на праздник он, напротив, показывает и безбоязненность, и мудрую предусмотрительность, равно и то, что он, наперед зная время, в которое пострадает, с наступлением этого времени вполне охотно пойдет в Иерусалим. Мне, впрочем, кажется, что в словах «Вы идите» он высказывает и такую мысль «Не думайте, что я принуждаю вас против воли оставаться со мною», а в следующих затем «Время мое еще не пришло», показывает, что ему надлежало еще совершать и чудеса, и говорить беседы, чтобы и больше уверовало народа, и тверже стали ученики, видя дерзновения учителя и все, что он потерпел. 319. Научимсяся исказанного уступчивости и кротости Спасителя. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Матфея 11, 29. И отвергнем всякую гневливость. Восстанет ли кто против вас? Мы будем смиренны. Станет ли кто поступать с нами нагло? Мы будем услужливы. Будет ли кто ездить и терзать нас насмешками и ругательствами? Не будем отвечать тем же, чтобы мщением за себя не погубить себя. Гнев есть зверь, зверь жестокий и лютый. Чтобы укротить его, будем припевать себе стихи из Божественного Писания и говорить «Земля и пепел» Бытие 3, 19. И по что гордится земля и пепел? Стерахов 10, 9. Также устремление ярости его в падении ему Стерахов 1, 22. И еще муж яры неблагообразен в притче подлинно. Нет ничего хуже, ничего безобразнее гневного лица. Если же лица, то тем более души. Как тогда, когда разрывает грязь, обыкновенно бывает зловоние, так и тогда, когда душа возмущается гневом, появляется великое безобразие. Но не могу, скажешь, вынести поношение от врагов. А отчего же скажи? Если враг сказал правду, то еще прежде его тебе самому следовало бы укорить себя, и ты должен благодарить его за обличение. Если же ложь, не обращай на то внимание. Он назвал тебя нищим? Посмейся этому. Назвал низким или бессмысленным? Пожалей о нем, потому что кто скажет брату своему? Безумный, то повинен гиене огненной. Матфея 5,22 Итак, когда кто станет поносить тебя по мысли о том наказании, которому он подлежит, и не только не будешь гневаться, но и прольешь слезы. Никто не сердится на одержимость лихорадкой или горячкой, но все жалеют о подобных людях и плачут. А такова и душа разгневанная. Если же хочешь отомстить, смолчи, и тем нанесешь врагу смертельный удар. Если же будешь отвечать на укоризну укоризны, то зажжешь огонь. Но присутствующие скажут обвинять в малодушии, если стану молчать. Не в малодушии будут обвинять, а подивяться любомудрию. Если же ты, подвергшись поношению, станешь огорчаться, то через это будешь поносить сам себя, потому что заставишь думать, что сказанное тебе справедливо. Отчего скажи мне, богач смеется, когда слышит, что его называют нищим. Нет того ли, что он не сознает за собой нищеты, так и мы, если набранные слова будем отвечать более смехом, через то представим величайшее доказательство, что мы не сознаем за собой того, в чем укоряют нас. При том же, доколе нам бояться суждений людских? Доколе презирать общего всем владыку и прилепляться к плоти? Если в вас еще есть зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? 1 Коринфянам 3.3 Будем же духовными и обуздаем этого страшного зверя. Между гневом и бешенством нет никакого различия. Гнев есть тоже беснование, только временное, или даже и хуже беснование. Бесноватый может еще получить прощение, а гневающийся подвергнется тысяче мучений, как добровольно стремящийся в бездну погибели. Да и прежде будущей гиенны он уже здесь терпит наказание, так как во всю ночь и во весь день носит в помыслах души своей непрестанное смятение и незатихающую бурю. Итак, чтобы избавиться и наказание в жизни настоящей, и мучения в будущем, отринем эту страсть и будем выказывать всякую кротость и уступчивость. Через это мы обретем покой нашим душам и здесь и в Царстве Небесном, которого и расподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пристно и во веки веков. Аминь.